всем привет хочу рассказать как у меня прошел вечер субботы вечер субботы у меня прошел вот именно так чем я занята да я мою листья если кто уже догадался то я хочу приготовить долму но чтобы не заниматься этим завтра потому что приготовление много и дел на воскресенье тоже очень много я решила заготовить вернее помыть листья сегодня вечером чтобы они не засохли я их просто заверну потом полотенечко и сложу в пакет на ночь а потом когда уже придет время днем воскресенье готовить я уже буду со свободными временем и мне не нужно будет заготавливать вот мыть листья потому что как оказалось этот процесс очень трудоемкий конечно забегая наперед хочу сказать что с таких листьев уже не готовят нужно готовить с молоденьких листьев винограда но даже с молодых побегов которые вот у нас на винограде листья уже оказались довольно таки жестковатые процесс трудоемкий нужно было вымыть из лица и с изнанки листа я мыла губкой новой для посуды даже вот видите шершавой стороной чтобы все лучше вымыть на листе чтобы все было максимально чисто и вот уже утро воскресенье и сегодня на завтрак у нас не очень полезное блюдо как для завтрака но очень вкусное и аппетитное как блюдо под солененькую скумбрию это жареная картошка и заправляем мы ее лучком пока картошка жарится я начала приготовление к долме нужно отварить рис после закипания варю его 8 минут то есть до полу готовности потом сливаю воду промываю и оставляю его остывать завтрак готов жареная картошечка у нас салатик с заправкой остатки красной рыбы хребта и вот этот вот рыбка которую вчера мариновала сейчас будет мукбанг покажу ее поближе по обедам начинают заготавливать листья для долмы удалила все хвостики закипела вода в чайнике и теперь кипяченой водой заливаю весь листок и нужно подождать немного подержать минут пять до изменения цвета самого листа теперь достаю из воды можно сказать что даже выкручиваю отжимаю листья разворачиваю на салфетке и пусть понемногу стекают перехожу теперь к начинке фарш я сделала сама перекрутила вот на крупной терке вот этой мясорубке на крупном ситечке теперь рис который был отварен до полу готовности и теперь сюда добавляю лук это приблизительно у меня две большие луковицы мелко нарезанные и смешиваю с фаршем нужно посолить теперь фарш вливаю где-то 150 миллилитров воды хороший пучок зелени мелко нарезанный у меня это петрушка теперь добавляю приправы я не очень готовилась к приготовлению долмы поэтому приправы добавляю какие у меня есть у меня немножко было армянской приправы италийские травы у меня были к шашлыку перец черный в общем не понемножку всего добавила теперь все это нужно перемешать голыми руками как у меня вот спросили почему вы все делаете без перчаток я хочу вам рассказать в домашних условиях мало кто готовит в перчатках все это придумано и так положено готовить в перчатках это когда повара готовят в ресторане я тщательно контролирую чтобы у меня были чистые руки я тщательно контролирую чтобы была чистая посуда и мои домашние и я сама не себе доверяю что все получается у меня чисто поэтому перчатки одевать не обязательно но когда готовят на заказ куда-то в домашних условиях но на заказ или в ресторане тогда конечно это положено одевать перчатки знаете еще вот в ресторанах тоже когда вот приготовили еду все стикируют маркируют чтобы знать в том количестве еды когда все было приготовлено мы же этого не делаем домашних условиях сомневаюсь я что кто-то в домашних условиях ставить стикер приготовлено там такого-то такого-то сентября но чтобы контролировать этот процесс в ресторанах в кафе каких-нибудь общепитах то конечно там все это делают и перчатки тоже заставляют одевать и готовить повара должны как положено но у нас это все по-домашнему я уже сказала я все контролирую чистоту рук и посуды наступило время фаршировать и заматывать фарш вернее в листики вы знаете больше этого боялась боялась что не получится насмотрелась разных вариантов видео заворачивают с помощью клеенки заворачивают по-разному в общем способы заворачивания здесь я вот показываю на видео что гладкий верхний листок вот верхний слой листка это лицо вот долмы а там где вот внутренняя часть листа это должна быть внутренняя часть блюда вот на нее класть мясо вот хвостики вот там от росточек от хвостика немножко обрезаю чтобы оно было не такое твердое и заворачиваю как я уже говорила что листья должны быть молодые вот именно те которые начинают в самой в начале весны вот тогда их заготавливают и отправляют на хранение и когда уже нужно то тогда достают в моем варианте вот в сентябре месяце это уже достаточно можно сказать старый лист жестковатый но очень даже неплохо все получилось из всего количества на листьев которые у меня было у меня ушло всего лишь пол килограмма фарша того которого я замешивала потому что нужны листья сделаем вот решили переложить вот такую вот тарелку все и сделать вот в таком а из того остатка сделаем тефтели как раз эти сейчас перекладу сюда и для пробы будет вот в маленьком количестве уже в следующий раз буду знать сколько нужно и листья и и листьев и фарша я уже показана как мы замораживаем томатную пасту теперь вот так вот ложку две три обычно это две-три ложки столовых замораживаем в пакетике и потом когда нужно достали ничего не портится ничем не надо не обмазывать не горчицей ничем все лежит в холодильнике в морозилке теперь готовим соус для долмы нужно залить горячей водой чтобы она растаяла томатная паста томатная паста растаяла сюда добавляю теперь все по вкусу соль немножко сахара и опять же хочу добавить чуть-чуть перчика ну мне кажется когда будет все тушиться вот в этой в этом соусе вкусно тогда будет еще вкуснее так приправы вот это приправы по армянски верхняя перед этим я сыпала ложку для шашлыка кориандр молотый будет у меня такой пряный вот такое количество у меня получилось теперь все заливаю соусом угадала видите как раз количеством соуса не совсем покрыто но хорошо лежит в водичке теперь у меня есть просто помытые листья винограда и мне нужно и хочу укрыть листьями винограда до ума для большего вкуса поставила на маленький огонь на печку чтобы закипела чтобы не ждать долго в духовке сейчас жарко и и чтобы духовка не так долго работала поэтому поставила на печку сейчас она закипит и потом отправлю в духовку минут на 40 при температуре 200 градусов из остатка фарша сделали тефтельки обжарим на сковородке и поставим вместе с долмой в духовку на противень вышла на улицу как говорится идем на запах у нас чем должны было сделать это влада но влады начали началась учеба и она ей некогда уже это делать поэтому пришлось делать за это папе владыному за нее все дела а а на запах на такой иду коля сел докрашивает ой докрашивает наш домик колодец сильно впитал так как он его обчухивал как это правильно называется коля шлифовал все снимал всю краску которая была до этого а почухал да вот ремонтировал общем производил некие замену некоторых досточек и теперь но очень сильно впитывает лак дерево впитывает лак и поэтому второй раз вот скрыли теперь он будет блестящий домик цветы цветут бегония сегодня кстати надо выйти полить вчера не поливала общем всего и пообкусывать отсвевшие кусочки цветочки на петуньях вот это розовый огонек красная цветет пышнее всего она еще продолжает цвести и хорошо цветет а эти еще другие покажу а эти другие в самом начале цвели пышно а сейчас уже поменее такие пышные ну цветочки образуются у них просто разная манера цветения здесь вот такие только поставали здесь будет распускаться а на этом осталось вот одна собирается цвести эти как-то менее они были большие цветы и цвели тогда больше а сейчас больше цветет вот этот огонек показываю что получилось из того фарша который им предполагался на долму получились еще вот так вот тевтельки все не могли решить то ли заморозить ее то эти тевтельки то ли оставить на неделе рабочая впереди поэтому обжарили и оставили вот так вот для еды и долма тоже тут готова листики зажарились все это было накрыто крышкой листики подпеклись их нужно убрать какая красота получается ну вот так вот это получается сейчас пойдем пробовать на улицу так вышли на улицу я сейчас буду пробовать то что наготовила вот так это красиво выглядит уже попробовали сказали но это естественно конечно что нужно листики молоденькие нож вилка порезал тузик просит значит пахнет ему вкусно середине это выглядит вот так ну естественно красиво пробовала один раз в жизни эту долму и угощали и чую это национальное блюдо вот угощала женщина чье это национальное блюдо вот да листики нужны молоденькие ну вкусно долма по украински естественно что не так как чье национальное блюдо ну азербайджан азербайджан вот женщина угощала но получилось вкусно влада понимаете влади тут и то дают это и она тут не хочу каец сидит плода ешь давай визу стыдно будет он на камеру все записывается так ладно как вот это тебя кормят ты не хочу каешь сейчас камеру на виду позоришь не заставишь понимаете есть не заставишь когда еще помладше было можно было пригрозить по угрожать понимаете то как бы еще можно было заставить сейчас уже все я сама со себя все сама решаю я уже такая взрослая знаете как вот такой ролик есть я сам все могу сделать я за себя все решаю помогите сделать математику вот это такие подростки чем у нас такой легкий ужин вообще я честно говоря вышла на арбуз я хотела арбуза но тут приготовилась долма уже вечер на улице уже сереет не буду наедаться попробовала вкусно завтра значит будем кушать на работе все на этом заканчиваю видео всем желаю мира добра всем пока подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки до встречи в новых видео всем пока